7 октября 2020 года свет наконец увидел новую версию так любимого нами языка питон, а именно мажорную версию питон 3.9. Что нового привнесла эта версия в язык? На что стоит обратить свое внимание и какой вектор развития наметила команда разработчиков? Обсудим в этом видео. Помогает вам в разборе нововведений Егор. Это канал P-Lounge и мы начинаем! Для начала пара слов о версиях. Новые мажорные версии языка, такие как питон 3.8, 3.9, 3.10 и так далее, теперь будут выходить раз в год. То есть питон 3.10 стоит ждать в октябре 2021 и остальные по аналогии. Минорные обновления с багфиксами будут выходить каждые два месяца. Каждая мажорная версия будет поддерживаться полтора года и еще на протяжении трех лет будут выкатываться багфиксы и исправления уязвимостей. Про питон 4 официально ничего не известно, однако создатель языка Гвида Ван Россум вскользь коснулся этой темы в своем твиттере. Теперь непосредственно к новинкам. О чудо! Питон 3.9 стал быстрее! Но, к сожалению, без откровений. Новая версия теперь использует протокол VectorCall. Это сулит на ускорение работы встроенных функций и встроенных структур данных типа Tuple, Set, Frozen Set, List и Dict. Также проведен ряд разного рода оптимизаций. Кроме того, язык сменил свой внутренний парсер с LL на Pack, что позволит ускорить процесс добавления новых возможностей в язык. Изменения приятные, но чудо не произошло. Из интересных фичей стоит отметить появление для словарей двух новых операторов – объединение и обновление. Слить два словаря можно теперь так, обновить вот так. Кроме того, обновлять словарь новыми парами ключ-значение можно с помощью итерируемого объекта, например, списка или генератора. Подобные фокусы можно было провернуть и раньше, но выглядело это максимально неочевидно. В крови наблюдаемого замечен синтаксический сахар. Встроенные подсказки данных или тайпхентинг, если удобно. Питон, как многие знают, язык с динамической типизацией. Это сейчас стильно, модно, молодежно, но иногда является причиной проблем. Поэтому еще в версии 3.5 был добавлен модуль тайпинг для указания конкретных типов. Но в некоторых ситуациях опять-таки было громоздко и неудобно. Поэтому во встроенную коллекцию типов включены лист, дикт и тапл, которые можно использовать как базовые типы без импорта из модуля тайпинг. Выглядит это вот так. В ту же степь добавлены более гибкие средства для антирования функций и переменных. Как видим, уровень синтаксического сахара в крови растет. Еще дали немного свободы с синтаксисом декораторов. Теперь декораторы можно хранить в словаре, списке и других контейнерах. В некоторых моментах стало удобнее, но не более того. В новую версию заехал новый стандартный модуль для работы с часовыми поясами ZoneInfo. Теперь можно удобно считать время относительно часового пояса любого города. Довольно прикольная штука. Еще один новый модуль GraphLib предоставляет функциональные возможности для топологической сортировки графа хэшируемых узлов. Узко применимая фишка, но кому-то однозначно будет полезно. Не обошлось и без новых строковых методов. RemovePrefix. Этот метод возвращает новую строку с обрезанным префиксом. RemoveSuffix возвращает новую строку с обрезанным суффиксом. Очень неплохая встроенная функция. Берем. Заверните две. Вслед за строками новинками обзавелся и математический модуль. Некоторые функции исправили и доработали, а некоторые добавили. Например, наименьшее общее кратное, вычисление ближайшего к х числа с плавающей точкой, если двигаться в направлении у, значение младшего бита числа с плавающей запятой х. Добавили пару возможностей, касаемых доступа к C-функциям. Изменение позволяет повысить производительность модулей на C за счет снижения или полного исключения накладных расходов на проверку состояния модуля. Вот это прям хорошо. Поработали и с библиотекой Asensio. А в класс Multiprocessing SimpleQ был добавлен новый метод Close. Этот метод явно закрывает очередь, и это гарантирует, что очередь будет закрыта и не останется дольше ожидаемого. Редкие, но меткие изменения. Задерживаться на них нет смысла. А теперь важная информация. Были удалены многие функции и методы Python 2.7, которые ранее были отмечены устаревшими и в прошлом выпуске приводили к выводу предупреждения Deprecation Warning. Это, например, метод Unenscape, ToString, FromString, EasyLife и т.д. Еще исправили множество ошибок. Подрихтовали сборщик мусора, работу с некоторыми подсистемами ядра Linux, обновили спецификации Unicode, добавили генерацию случайных байтов, обновили большое количество стандартных модулей и еще кучу всего по мелочи. Ссылку на максимально полный перечень изменений я оставлю в описании. В общем-то, что мы видим? Python, как и все современные языки программирования, идет по пути оптимизации всего и вся, а также добавления разного рода синтаксического сахара. В принципе, каждое нововведение имеет место быть, а некоторые даже окажутся весьма полезны определенной прослойке девелоперов. Однако тенденция и намерения разработчиков языка очевидно смещены в сторону шлифовки, максимизации удобства языка и расширения стандартной библиотеки. Скорее всего, подобная тенденция сохранится и в последующих мажорных версиях, и до выхода Python 4 уже вряд ли наступят какие-то кардинальные изменения. А если это видео было полезным, ставь лайк, подписывайся на канал, не забывай нажать на колокольчик, а также посети нашу группу ВКонтакте. Там очень много интересной и полезной информации. До встречи в следующем видео!